Сейчас уже, наверное, под раскистки понятное дело, что ФПХы будут выходить именно через Асайд. Выход через Банни. Просветили как минимум одного. Очень хорошо поработал на Джаде. Диноч и Клауд. Ну и тут вообще без шансов, без вариантов. Изи-бизи пистолетка для нами. Поймали здесь. Ну или кто кого поймал. Он все еще здесь живет. В принципе, пока без проблем. Да, погибает здесь Шао. Попытки с ним постреляться. Здоровье он довольно солидно с него снял, но вот не убил. Ордис где-то находит голову Клауда. Шокова долетает до 1, но очень мало здоровья снимает. Так что он, в принципе, практически фуловый. Пытают сокращать дистанцию. Не попадает по голове ССК. Его вырубают просто револьвером. Правда, моментально два фрага от Нави. И это до свидания, видимо, в раунде. Но, тем не менее, ССК, говорю, Зипанчик, может быть, здесь кого-то еще убьет. Но нет. Дабл пик и это до свидания. В принципе, неплохо. Почти третьего добили. Ну, дефолтная пистолетка. И ситуация все еще не выигрышная для защитников. Но все может измениться, потому что Динкс в лампах и контролирует эту позицию до сих пор. Пока без фрагов. Ну и сам живет, что тоже очень-очень важно. Ангел, в принципе, не стесняется с ним перестреливаться. Ему очень хочется подраться в этой перестрелке. Позвал Зипана. И Зипан умер. Зипан говорит, спасибо. Капитан, конечно, клуб круто придумал. Фраг себе забрал. Меня продал. Все, круто получается. Тем не менее, тут доиграть раунд, наверное, у Нави не получится. Девайсы не слишком классные. Время тикает. И осталось их просто добрать. Падает почти первый. Вот он падает. И переводочка на второго не удалась. Однако, ну, один в два здесь все равно не получится дотащить. Круто сыграно, но Нави очень много ресурсов выбили своих оппонентов. Легко, да, по сути, обороняться. Зипан, будет ли он заходить? Может быть, на пакетах как-то залетать? Опять-таки, здесь либо под собаку, либо под флешку. Обязательно нужно это все дело как-то нивелировать. И вот Диноч вроде как готов, наверное, сделать какие-то фраги и ждет. Нет, все-таки Зипан его чекает. Очень хорошим фликом. А ССКА-то должен принимать как минимум одного игрока. Но нет, он проигрывает перестрелку против Ардиса. И вот, опять-таки, Нави остается в меньшинстве. Ну, на этот раз они уже вряд ли будут сейвить. Постараются на ретейк. Но ретейк неудачный будет, если они это постараются сделать. Хотя есть фраг по Ардису, уже приятно. Если бы сейчас еще и Энджело забрали, было бы вообще замечательно. И можно было бы даже подумать о каком-то ретейке. Но сейчас, если что, больше отзонивают с помощью Демастры. Даже, кстати говоря, не особенно много пулек посылают в позицию хелпы. А вот тут вот пулька залетела прямо в цель. Минус клаут. Здесь еще гранату Джади бросает. Ну что, последнего игрока Нави надо, так сказать, найти. И находит его Ангел. Обезглавливает. Так же, как недавно обезглавили его союзника Клауда. И довольно все пока. Ну да, кидается нож Кеем. Депана, как минимум, порасканили. Там еще и Молик лево полетел, чтобы на всякий случай никого там не было. Но Депан, что-то тоже, наверное, хоронить одного с другим. Если только здесь практически все игроки Нави просто не вывалятся всем вчетвером, да. Тут Ангел нашел еще загулявшего игрока. И что делать Навям? Ну, по идее, нужно умирать, потому что по девайсам там нет абсолютно у них ничего. И подобрать ту самую главную трофейную ганну, наверное, толком тоже не получилось. ФПХ тоже прекрасно понимает, где находятся сейчас игроки коллектива Натус Винцера. И уходят через позицию базы защитников. 4-2 и ФПХ, а Ангел выходить на ретейк. Но, видимо, придет Степки рано или поздно. Здесь есть какое-то оглушение. Сколько много ютилити летит в одну и ту же позицию Джадди. Но он же, в принципе, перестреливает. Конечно, Шауди, но тут включает. И включает у нас. Ой-ой-ой, тут еще падает Ардис. По итогу Джадди остается месяцевым тиммейтом на двоих. Но тут Ангел ловит у нас Саву. И Диночь остается ласт-мен-стендингом. Немножко подпорчен. Один ХП по итогу у него в льте остается. И тут Зипан на нюх, почувствовал, да, местоположение оппонента. И ФПХ вышли победителем. Правда, здесь тоже некоторые траблы. Есть на Ланге очень много неприятелей, которые хотят с ним постреляться. Враг получен. Но, естественно, размен моментальный. Еще и убивает Диноча. Остается только ССК, который выжил после начальной агрессии. Но, правда, прожил он здесь не слишком долго. Из ХЛП будет выходить один из парней защиты. Там Джарри идет, крадется. Может быть, даже кого-то расстрелять. Нет, все-таки он погибает. И до свидания, Динкс. Довольно быстро. Ну, зато посмотрим Next. Ну, зато посмотрим Next. И сейчас про раунд или про карту. Хотя, кто знает. Может быть, небольшая погрешность все-таки присутствует. Есть еще и звезды Дино, которые будут превращены, скорее всего, в смоки. Ну, и сам Диноч, видимо, готов заходить и отыгрывать как-то агрессивно. Но это спорный момент. Флешка полетела. Хотя, тут можно и постоять. Зипан у нас отлетел. Диноч старается как-то и кого-то. Здесь, возможно, примет. Да, получается, можно и за третьим выйти. Тут, по шау, как минимум, есть информация. Джади отвечает у нас по Ардису. Есть информация как по нему, так и по Вайпер. Ну, и, по идее, наверное, нужно закрывать. Ай-яй-яй. Но тут закрывается непосредственно сам Джади. Очень мало времени. По иксам нужно выходить и нужно устанавливать спайк. И летит молотов Кей. Он же фрагмент, он не туда. ССК делает прострелом. Совершать прострел Ангелом. Уничтожает Артура. И 1v1 ситуация, которую выигрывает Клауд. Нави. Да, ну, там действительно очень битая Вайпер. Еще один из ничего болеет в этом раунде. Вайпер без КП. Да как это происходит? Ладно. Зипан, Зипан, круто разобрался. Есть сюда гнев охотника. Кстати, зацепил кого-то. Да, Арди все-таки уничтожен. Преимущества уже никакого численности нет. А теперь явно есть Дина. Два хэтшот. Великолепный выпс. На него четыре патрона. Если спрей не падет, то Гагэмбо. Спрей не пошел. Так что Гагэмбо. Все правильно. Зипан остается 1-2. У него два противника. Шоковая по дефолту полетела. Но все. Подходит как можно ближе. Есть граната. Он успеет отзонить пацанов. Но больше он сделать ничего не успеет. Спайк слишком далеко. И это просто сейв Вандала. Этот раунд. Ну там старания Медину. И вот этой вот линеечки. Чтоб по головам все залетело. Все-таки уверенно отходит. Поднимается сейчас стенка от Вайпер. Ну и под нее особо тоже никаких телодвижений мы не наблюдаем. Выстраивается ФПХ. Также под точку Б плента. Как бы почему бы и нет. Предыдущий раунд практически удался. Если бы не прочекали тут опять-таки Дингса. Который не изменяет традиции. Не изменяя своей позиции. Все так же будет стоять в окне. И все так же будет стоять с левого угла. Ну если смотреть со стороны атаки. Стенка ломается. Спайк так или иначе есть информация. Прострял моментально быстрый. И можно даже наверное дальше продолжить глаут. Уже минус 2 для него. Сагетсу забирают нас Диночем. Ну и по итогу 2 на 3 ситуация. Жадит немножко эту ситуацию. Не то чтобы прям выравнивает. А вот Шао. Минус 3 для этого дядьки. Времени очень мало. Но можно промутиться. Классик на руках. И есть будет и голова. Как же обидно все таки. Наверное от Шао сейчас. Тут в принципе либо очень жестко. Его надо как-то запушивать. Вот как сейчас. Его сгоняют. Получает он еще и флешку. Получает он еще и щейки. Ну и получает по итогу. Он в целом догоняет. От Клауда. И тем самым делает Клауд у нас энтрифракс. У Герцу вроде как раскрутился в двоих. Но все-таки не охватил переволочка от Ангела. Как минимум двоих уже забрал неплохо. Но он один. Мало хп. И шоковая ракета. Жаде конечно его здесь нивелирует. Ну что. 6-6. Максимально равная половина. И тем самым это же только первая карта друзья. А уже команды показывают что стоит друг друга. Все в принципе в порядке. И это все еще большинство по численности. Клауд готов если что на контрагрессии скинуть свою флешку. Подзадержать весь этот выход. Идет разведочка. Слушай не заметили его за ящиком. Он может сейчас очень много проблем сделать пацанам. Здесь еще гравитационный колодец. Как же много времени выигрывают пацаны из атаки. И давай Клауд. Флешка полетела. Под нее. Ну все. ГГ. Ладно. Не получилось. Там прочитали. ССК продолжает вешать вероятные головы. На этом моменте. 2-2 ситуация. Спайк. Уже совсем скоро детонирует. Ребятушкам нужно что-то разруливать. Динкс подходит к позициям Дино. Сланга. Вдвоем будут разбираться. До половины успеет вести определенно. Да. Половина есть. А смерть будет. Убирать все-таки Дино Шао. И Суигетсу тоже погибает. Но половину сделать успели. Эх. Ну что ж такое. Это Нави. И две пистолетки в их кармане. Как приятно возвращаться туда. Откуда ты уехал много лет назад. Да ты посмотри, как сильно здесь изменился. Ну, изменился здесь Клауд. Уничтожен был Зипаном. Так. Ну, Ангел, возможно, сейчас также ультанет. В плане стрельбы. Есть еще одного трипла. Квадро. Уно, Тос. Ну, не-не-не. Зипан приходит сюда и забирает Джали. Опять же, это был бонусный. Ну, нет. Решают они выходить с такой филигранной точностью. На шифтах втроем будут открываться. Как минимум, размин от Ардиса последовал неизмедлительно. И это весьма и весьма хорошо. Будут ли выходить сейчас Na'Vi уже по точку B-планта? Скорее всего, да. Нужно только с Ардисом совладать. Но информация уже по нему была получена. Энджел, там немножко волнуется за то, что придут все-таки в окно с другой позиции. Ни в кого не попадает Зизи Паныч. Ну, и Энджел, что? Он должен кого-то здесь... Опа! Дроп 3000! Сюда! Не получилось! Слушай, если бы Дино дальше прошел, реально, он бы просто прыгнул, понимаете, между спинами игроков. Нулькоман, ультимейт. Ну и стенка от Астры за атаку, которая поставилась прямо сейчас. Выход! Выход должен быть прямо сейчас по точку А-планта. Очень много ютилить. Ой-ой-ой, Клауд! Никого не боится! Клауд! Клауд просто выходит и уничтожает сия и всех Зизи Паныч. Тут, возможно, плечиком потешься как-то рядом с своим оппонентом. Он тут с УСКА вышел и говорит, так, знаешь, друг мой, лови-ка пулю зубами. А, не смог? Ну и ладно. Вот они взяли против бонуски и все. В остальном, как бы, достаточно так уверенно раунды идут. Один был под вопросом, ну, когда там Ангел дропался из окна. Ну, под таким тоже маленьким вопросом, потому что все равно два игрока в живых. Он вообще в опенфилде. Ну, короче, сложен тоже был. СССР у нас понимает волевое решение. Делает телепорт, а тут СДЕПАН! Уничтожает Дина! Ой-ой-ой, Ардис! Просто понимает вообще, куда сейчас будет установлен Спайк и заряжает шелковые именно туда. Времени мало, Спайк пока в стремне, но руках возвращается и понимает его. Дикс уничтожает, здесь СССР нужно дальше кусаться. Нужно дальше кусаться! И они такие кусаются. Дикс уничтожает первые. Есть прямая информация, репик от Шау. И FPX, по сути, при одном сохраненном девайсе, который максимально не мобилен, ну, не знаю, берут экономический раунд. Два опорника, да, есть, конечно, стенка дистанционная такая, да, от Ангела, которая под контролем будет в случае чего закрывать выход. Как раз таки именно сейчас она и поднимается. И флешка, которая, наверное, Суигетсу сейчас должна была хоронить, но нет! Дмитрий, Суигетсу! Минус три сюда, плюс сюда. Диноч, отвечая сейчас по Шау и Нави, остаются вдвоем совершенно неудел. Времени очень мало, Спайк, я даже не знаю, там, на руках, не на руках, но, наверное, здесь нужно как-то стараться. Это все дело доигрывать. Да, Диночего, устанавливаю, Зипана, плюс В, здесь выходит, ну, уничтожает Джейди, ну, и, в общем-таки, Ардис здесь шокирует Зина. ФПХ вновь одерживает победу. Но там поставили стенку, и крайне проблематично будет выходить все-таки. И выходить-то, по идее, наверное, надо. Будет установлен Спайк, установлен Спайк, наверное, куда-то под БТР, как минимум отмена. Но Ангел рискует, выходит, и риск-то является оправданным. Ай-яй-яй, а как? А что? А почему? СССР, Артурушка, минус 3 для Ангела, Зипан и Суйгетсу. Тут, кстати, ставят точку по голове Динксу, и ФПХ выходят победителями, потеряв только одного игрока в предыдущем раунде. Но что это было, друзья мои? Немножко прочекал спот, никого не увидел. Прыгает наверх, возможно, кстати, и по Клауду была получена информация. Понимает, понимает, ФХ, что под Б сейчас устраиваются игроки на Цвинцеры. Ну и Нави, в принципе, тоже понимают, где они сейчас находятся и в каком положении. Ставится стенка Одина, будут выходить именно под нее Шау. Хорошие позиции, принимая первого, можно отойти назад. О, вот тут еще и кассетная граната пролетела. Суйгетсу репикает, Джадди его наказывает незамедлительно. Сломали, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, сломали. Тут еще и голову, потом Шау. Остается только Капитаныч, ну и Капитаныч Ангелыч Кирилыч будет здесь как-то, возможно, вытаскивать. Но, видишь, девайса нет, ладненько, все-таки подобрал. Фантом постарается, но тут репик с двух разных углов. 12-й раунд в копилке коллектива на Тусвинцеры, плюс 1, ну и с байндом можно попрощаться. Ну, он погибает прямо в воздухе ССК, Клауд его разменивает, неплохо. Там в дымочках Вэлбой еще выживает Суйгетсу. Он не может использовать ничего, просто выстрел, по-моему, тоже не был потрачен, отходит отсюда, выживая. Спайк почти установлен за 10 секунд до завершения этого раунда. Арди взрывает Динкса, все-таки своей шоковой Джадди угощает хедшотом Суйгетсу. Ситуация 3 на 3, очень битый игрок команды атаки. У Кею вообще нет здоровья практически в инсайде. Разбирается Арди с Динычом, это меньшинство для атакующих. И семь здоровья у Клауда, дядька, как лучше выживать, у него еще есть оператор. При этом стеночка уже открыта, Джадди простреливает ангела, да ладно, как это вообще происходит? Спайк пока что даже вроде бы не трогали, да, половина нет, Клауд разбирается с Дипаном. До свидания, Арди с Клаудом! Оооо, Клауд это вытаскивает! Не хватало, может быть, до этого в матчах этого парня. Но конкретно в этом раунде, конкретно в этой ситуации он разрулил семью хп, как... Уходит выжившим, да, тегнули его дроном, нужно как-то потом отстреляться. Остреливает, правда, тут ангел своего оппонента в лице Клауда. Ну и вчетвером остаются надсвинцеры. Ну, понятное дело, кроме Б сейчас выходить уже некуда. Главное, стараться просто спайк поставить. Ой-ой-ой, хорошая могла бы быть флешка! Ооо, Мардис! Раз, два, три! И, по-моему, даже одного с другим положил мгновенно. Динкс тут отрабатывает немножко классиком по Зипану, но, понятное дело, что это все пресмертные хрипы пока что у Наби. Так, ну что, Энджел, есть от него вайперсбайт наготове, по таймингам выдает, чтобы установочки спайка не было. 14 секунд до конца он еще один может дать, но там же есть ледяная стена, которая все это отменит! А, нет, подожди, да ладно! Сжигает Диноча, 8 секунд до конца, можно установить спайк. Все-таки в уголочке тут идет великолепная стрельба от ССК. Продолжение от Суи Гетсу с его великолепным ювелирным шерифом, эксклюзивным. Ну и все-таки спайк дали установить, ставить себе телепортик, будет пытаться как-то от этого отыгрывать. Но Динкс с классиком, слушай, ситуация, наверное, все равно грустная для Нави. Оружия-то особо нет, но, anyway, можно попытаться, можно попытаться! Ладно, два, 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 ладно! Спектр работает, у Шао продолжение будет, мало патронов на этого хватает, ровно два остается в магазине, и он все-таки раздефюзит то, о чем я и говорил. Когда все совсем грустно, Шао вытаскивает ситуацию. Для себя надо, смотрим за Ангелом. Как минимум пробили один сегмент стенки, и рано или поздно придется, наверное, FPX-ом выходить и садиться на дефюз. Флэшоный у нас ардис, это не помеха, 4 хп, него остается, выживает, он, ой-ой-ой, Адам Димитрит, Суи Гетсу! Творит, конечно, бесчинство в то же самое время, пока сидят и раздефуживают спайк до конца FPX-а. Все под полным контролем, но весь экшен происходит пока что на планте А, и то так происходит, потихонечку, Дино, два этажа пролетают, прежде чем приземлиться после смерти, Джадди здесь, ау-у-у, не генирует, двоих дало, одна, две головы сняты, шляпы и головы с плеч, спайк подбирается, есть попытка, ну, такой себе, конечно, фрагмент, но хотя бы по дальней стеночке никто не выйдет в этот момент, правда, здесь не особенно-то и пытались сделать этой игре к FPX. ССК должен принимать, и, казалось бы, но тут воюет никто иной, как сам капитан команды Кирилл Карасев, он же Ангел, причем еще и спепки, уничтожая двоих игроков, есть информация сейчас и по Динксу, и его будет закрывать уже Шао. Вне всяческих сомнений и похвал FPX-а шикарно. Будет вычек, и сейчас позицию желтого, вот и хочется, и колется, потому что максимально близко может быть здесь враг, и, в частности, нужно проверять все возможные позиции, ой, пикал один, а получил дамаг-то по итогу фраг второй ССК. Тут у нас парит в небесах, и ничего для этой птицы не страшно, уже забирает двоих, ну, и этот Эки Кондор, да, продолжает, наверное, свое боевое шествие и дальше. Здесь Сеночка скоро упадет, Зипаночка, как минимум, с позиции Снеговика будет открываться, но там Артур Кюршин, он же ССК, он же ССК-7, он же ССК-7, он же ССК-7, в общем-таки, с заряженными клинками готов, наверное, бесчинствовать дальше, если право, сейчас не прочекает вовремя, флешка-то полетела, кстати, потерялись сейчас на свой тиммейт, нет, немного перехворил. Но ничего страшного, Диноч забирает у нас Зипана, остается Сугетсу только лас-менстендингом, есть информация, как минимум, по Динксу, ну и понимая Сугетсу, что здесь, наверное, по-простому раздефать спайки ему явно не удают, потому что, во-первых, это и про китки Моникам, а во-вторых, еще и гнев охотника от Диноча. Пятерочка в кармане FPX, но относительно спорный, все-таки раунд не дадут тебе, братан, уйти ни в коем случае. Ушау, хорошая позиция! Вот это прострел, вот это хэдшот, клауд, ГГВП, ББ, ГЛХФ и прочее. В общем-таки, увидимся в следующем раунде. Очень мало времени у Нави для установки, и ССК, как минимум, говорит, ребята, сейчас заберу одного, возможно, заберу еще и второго, и вполне себе раунд можно выиграть даже без установки плента. Так, ну, может быть, здесь еще как-то потачат два оставшихся игрока. Извините, оговорился один оставшийся игрок, спайк установлен, Шао воюет, есть стеночка, может, резность принц... Ставишь или не ставишь, братик? Ну вот, надо было ставить, наверное, ну вот. Так, дроном пока что находит только одного, второго тоже обнаружил, информация по защитникам есть, но при этом стоит стеночка, лежит замедление, пока что никто никуда не спешит. Клауд пытается отзвонить игрока справа, это именно что, Шао, есть еще просветочка, двоих тоже задетектили, но вот эти узкие проходы через стеночку защиты, Джейди все-таки уничтожает Ардиса. Шао тоже погибает, минус Ипан, ну, до свидания в раунде, хотя Суги Цу воюет до последнего, последнее наступило прямо сейчас. Оставшийся в живых Ангел, ну, в ультимейте, ну, неприятно, что был нажат все-таки такой дорогостоящий ультимейт, но что теперь делать? Да, погибает и Капитан, это 4-3, вот так вот Нави в очередной раз показывает, что Ардис будет выигрывать, возможно, эту снайперскую дуэль, которую ему будет навязывать, наверное, ССК. Понимаете, где-то кто где находится, нет, там максимальная быстрая флэджа, ССК, какая вы канале, дорогие друзья, творится прямо сейчас. Суги Цу, конечно, потел, Суги Цу у нас пытался, но тут, в общем-таки, мало, мало его одного. Через девятку будут выходить некоторые игроки, фан Пласт Феникс, но опять-таки, видишь, тут по деньгам все очень плохо, и только в лучшем случае какие-то не дефолтные пистолеты, хотя это не мешает Шао и Ардису, как минимум, делать для себя фраги. Юнич, понимаешь, что на девятке есть игрок, Шао здесь не жилец, должен забирать еще одного, вроде как пикал у нас Ангел, а получил у нас от Льюк совершенно другой человек. Дина, правда, падает сейчас от Ангела, есть информация по тому, что на Хэле находится у нас Кирилл Карасев, и самое главное, что у Ангела, по-моему, не получилось подобрать никакой девайс. Здесь есть три патрона, уже два, и тут надо либо как-то прям стараться выигрывать, может быть, отойти и перезарядиться, да, так и происходит, но здесь уже на репике Джадди его ждал. Да, ультимейт очень важный был, потрачен, можно сказать, в никуда от Нави, я про ультимейт Кэй, и в итоге сейчас нужно своими руками добираться до этого планета. Увидал он Кэпа, разобрался, есть кинжал, можно выйти, если что, под флешку, если она есть, а можно без флешки, можно просто погибнуть. Так, ну что, до свидания, здесь говорят СС Кейч, и тем не менее, большинство игроков именно сейчас на стороне Нави, правда, опачки, здорово, Джадди, местный шуга Дэйди, попробуй он не вреден, что-то люто стелит, попробуй ты, пробуй Зипан, отличное попадание по голове, но, впрочем, Джадди уже на репике с таким, конечно, здоровьем не выходит. 5-7, здесь без ничьи, Нави выигрывает себе два раунда. Так, спек установлен, все верно, Ардис здесь ждет кого-нибудь, с кем постреляться. Так, попадание по Ардису, ГГВП, так, Джейди здесь дропнулся, мистер Джадди хочет с кем-то постреляться, но пока что никто на него не открывается, только в упоре отрабатывает игрок на Сейдж, за своей стеночкой работает, опять же, это пистолетка, здесь очень сложно стену быстренько нивелировать, Поэтому Шао тут живет сколько может, и пока, желательно, без контакта. Отличный выстрел от Суги от Су, попадание по Дино, прекрасное было со второго раза, но Энивей, да ладно, как он долго здесь жил, но никого в итоге не убил, Зипан двоих дропает на лопатки. Джейди вписывает всю эту передрягу, нужно дефьюзить, но дефьюзить уже не получится. Он может убить одного, но даже второго, все, Ангел тут спит, конечно, но это в любом случае не влияет на результат. Это взрыв Спайка, и это отличная попытка Джадди, реально крутая, но вот просто по времени не хватило. Джадди здесь пока что с собакой повоюет, но так, легонечко, в итоге он ее так и не сломал, есть кинжал, собрал информацию как минимум по Шао, но особо это не волнует. Здесь в любом случае территория под контролем, Спайк пока не устанавливается, Шао, видимо, в угол, это все будет делать. У него пока очень опасная позиция, ССК разбирается с Суги Цу, Шао, два фрага, просто оформляет в мгновение ока, Спайк при этом все еще не установлен, только сейчас идет пачка строения, Зипан там был очень близок к тому, чтобы от Шоковой получить дэмэдж, но Энивэй пока что выживает. Соткой ХП отыгрывает здесь товарищ Шао, ну и его дроном сейчас обязательно задетектят. Есть по нему информация, по Зипану плюс-минус, наверное, должны предполагать сейчас... О, нет, вот стрелочку не попал, и как минимум, ну, тут попал под горячую руку Кирилла Калауда, игрока Колексива Натусвинсера. Минус три для Кирюхи. Да, пока что в прицеле у него никто не появляется, есть яночка от защитника, под это дело, естественно, начинает активно действовать. Подходит уже за желтый, как же вылетел из ССК, но погибает от Ардиса, Джейди на размене, Шао и Зипаныч, всех фарет за секундочку, практически воюют все еще Динкс, но шансов, наверное, не слишком много, таймер практически дошел до нуля, но еще один фраг он себя оформляет, до половины можно пробовать довести, но Энивэй тут вряд ли получится выиграть. Как же много фрагов он здесь настрелял, тьмы готовы, но раунд уже проигран. Оставшиеся в живых, кстати говоря, только вейперы русички. Вполне себе, наверное, нужно выжимать, потому что вы должны выходить на ретейк, в частности так оно и происходит, Динксыч, а, тут и сеночка, и подсъемку надо будет как-то все делать, Диффузи, Банч расправляется с одним, постарается, возможно, как-то нашить на чек, и второго нету, Джадди забирает одного за другим просто, ну а Клауд тем временем сидит, сидит и Диффузит. Ты тут-то, и я тут-то. Сижу, Диффузу, все прекрасно. В случае чего готов его разменять здесь или как-то забавить на себя внимание, либо просто ангел забирает двоих, сукетцу минусует третьего, Клауд молодец, воюет до последнего, но и тут по нему инпа теперь также и есть. Времени, к сожалению, совершенно не хватает для fpx и нави. По винтикам, по шпунтикам разбирают эту атаку только в путь. Но тут пока сидит ангел. Да, его просканили, да, есть, конечно, полученный нож, но нож Кео уже не выключает ультимейт вайпер, потому что, ну, это слишком было бы имбово. Джадди минусуется ангелом, старается, возможно, найти еще и кого-то, Диффузит помогает ему в этом деле. Ардис минусует Клауд, остается последний как раз-таки Ардис, и он тут тоже не живет. Нави достаточно дисциплинированно, да, вышли на ретейк, тем самым одержали, конечно, победу на раунде и заработали заветное одиннадь. Противники нави, наверное, могут доиграть весьма успешно. Джадди, ой, Джадди, Джадди, хорош, хотя тут, правда, и Суэгетсу, и Ардис, уничтожая своих визави, Ардис, расчехлил свои кинжалы и без промаха вешает кэшоты своим неприятелям. Продлевая смок, Шао тем самым устанавливает спайк, и вроде как Диноч его просканил, постарается, возможно, второй раз, третий раз. Нет, остальное все тщетно, остальное все полетело в молоко. Что делать навям? Хороший вопрос. Тут, в принципе, можно постараться, наверное, сделать как минимум один фраг, и вот если фраг у Диноча того же получится, да, то можно, да, продолжать дальше пропушивать этот плент и выходить на выбивание. СССР чекает, но СССР чекает, нет, тот угол совершенно. Суэгетсу прекращает. Жесткий теплей, конечно, был отлично. Прокинутая флешка позволила все-таки СССР отыграть и, тем более, дать энтри. Фраг такой важный и в какой-то степени заветный, но тут Шао. Шао немножко нивелирует преимущества. Уничтожает Дино, СССР, ой-ой-ой. За вторым уже вышел. Так, понимаешь, Шао, что нужно отойти, и в третий раз уже как-то будет уже в дефолт, максимально закрытую под боксы, да, на первом этаже устанавливает спайк. Шао уничтожает тут, однако, еще и Клауда. Понимает ли, кстати, кто где находится. Ну, как минимум, нашли Джарри, нашли СССР и в скором времени, наверное, найдут Динкса. Остается он последним. Тут, даже если справиться с одним, явно бы еще два оппонента с ним бы расправились. Паритет 11-11, друзья. И тут уже Киэйом кидается еще и Молотов. Очень мало времени. И неужели, ну неужели как-то ничего не получится? Клауд минусует первого. Клауд забирает второго. Это там минус три сразу, параллельно. Ой-ой-ой, Джарри справляется у нас с Ардисом. И остается только последний игрок. И игрок как раз-таки за сторону защиты, ребятушки. Что произошло? О май гад, лукет хиспод. Потому что об СССР сейчас вся получена информация. Есть ножи, но зачем их юзать, когда есть у тебя замечательный вандал. Будет отыгрывать он через Нест. И уже как-то от гнезда разобраться как минимум с одним. Заметил ли Сайгетсу? Пока что его не видно. Едет на шефте. Едет, едет. Заметил, заметил. Хорош. Поставил ему хэшот прострелом. Иван-Виван ситуация. Но здесь возможно, если бы он и понимал, что Зипан находится в бэксайде, то все равно, да, все равно позицию Элбоу стоила было бы. Но и многих ревилит. И самое главное, мутит, да, по своим обилкам. Падает стенка. Зипаныч работает только, правда, по одному. Джади отвечает ему незамедлительным фрагом. И два на три. Ситуация такова. Тут немножко, да, надо летят. Нету. Да, Джади не справляется, кстати, с оборудованием. И отлетает. Тут, правда, еще Ангел. Остается только последний Шао. И он отлетает от рук Михаила, он же Дина. Допы, овертаймы, друзья мои. Заряд токсина. О, неприятная флешка. И под нее как раз таки врывается ССК уничтожает Шао. Будет еще какой-то враг. Да, Артур его находит. И находит практически третьего Ангела. Немножечко просел по хп от него. Пытается как-то выйти. О, молодой и юный, конечно, здесь без промаха. Очень круто все это дело выворачивает. В ходе всех пертурбаций остается только последний. Ардис не самым мобильным девайсом. Понятное дело, здесь сейвить нет никакого смысла. Но он один в три. И, по-моему, он топнул. По-моему, ССК его должен был услышать. Но, видимо, все-таки нет. Ну что, я даже не знаю. Есть один смок, есть дэш. Нужно, первонапер, во-первых, сменить девайс себе по-хорошему найти. Это фейк-дефьюз, понятное дело. Ну, в угоду того, чтобы выйти хотя бы на ван-виван ситуацию. Но, как бы, Na'Vi тут не первый день в Валоранте. Поэтому это все читают и подчищают. Тринадцатый раунд. Ну и вот, действительно, маппоинт для новей может совершиться прямо сейчас. Динксу нужно поднимать стенку прямо сейчас. Опачки! А тут, конечно, нож просто вековой был. Потому что, если я не ошибаюсь, засканил абсолютно всех игроков FPX. Теперь Na'Vi прекрасно понимает, что это выход на точку B. А по таймингу тут на A, наверное, толком-то и не успеет. Да и не будет FPX никуда. Разворачиваться. Хорошая флешечка. Джодди работает по одному. Там ССК оформляет минус 2. Для себя находит еще и Джодди Динкс и, по сути, скорее всего, это могло быть ГГ, но нет! Шао тут минусует минус 3 уже делает. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, шинки мои, 10 секунд. Надо ставить, надо выходить, надо как-то ставить минус 4! Какая жесть, друзья мои! Клауд, выигрываете эту перестрелку? Это что-то с чем-то. О-май-гад! Да, Na'Vi выходит здесь с победителями, но Шао, мое почтение! FPX чуть-чуть не хватило, чтобы дожать... Клауд пускает Волкан, тоже собирает информацию. Ну, как минимум, понимаешь, что если деть никого, то близко нет. Но вот вдалеке явно Ардис сейчас своем, в общем-таки, местоположении зафиксировал, да? И присутствие в частности, убил уже двоих игроков. 3 на 3, Диноч пытается как-то через стенку нашить по дефолтным таким вот позициям. Но прочитает ли он Шао и угадает ли вообще то, что Шао сейчас будет выходить так по таймингу. Развели как раз-таки с Ангелом на двоих ситуацию очень хорошо. Ну и, ой-ой-ой, отлетает ССК, отлетает Джади. И, казалось бы, нас включили ровно в тот момент, когда 5 на 3 было. FPX и что-то там добрались. И, казалось бы, Na'Vi выходит на репейк. Прожимать сейчас, как и в предыдущем раунде. Ну, вроде как, слышно его местонахождение. Ай-яй-яй-яй, хорошо все-таки со спреем справляется. Загирает у нас одного, понимаете, находится как минимум два оппонента. Ну и будет играть уже дальше на позиции свеча. Есть ли фраг? Да. И очень жесткий такой вот фраг для Ангела и его кампании. Минус 3 по итогу. Ну и Динкс остается последним игроком. 1-4, Фантом на руках, легкий армор, как бы все прекрасно. Нужно сейвить, нужно уходить на сохранение. Но этим мне и был интересен вот именно этот раунд, потому что здесь была бонусская. И если его так жестко закрывают, то, наверное, это большие проблемы. И сейчас у Na'Vi опять им нужно делать то, что они делают на протяжении всей этой встречи. В принципе, всей верхней сетки им нужно как-то адаптировать. Ну и товарищ Дино с Маршалом с 30 хэстпоинтами. Ну, дрона надо убить, да, дрона даже не получается убиться, но выстрел. Так что это проблема. Ардис вычеркивает этого парня. Ну, да ладно, как там, почему он не умер? Вроде в него стрелял, но в итоге здесь вообще похороны абсолютные команды Na'Vi. Ладно, это экономически, ничего страшного. Но почему там не было смерти Sky, я вообще немножко в замешательстве. Так, ну ладно, Джади с одним хэстпоинтом голову-то повесит или нет? У спины его пытаются сбушить, но в итоге, нет, с мэйны прилетает овердэмэдж. До свидания, мистер Джади. Ну вот, с такого счета не первый раз. А что? А как не зарегало? Непонятно. Ну ладно, хотя бы у Сайгетсу все получился. Он делал так же все залетает, как по маслу. Ну и, в общем-таки, Клауд, казалось бы, еще такая прекрасная была для него. Но ничего в этом плане не получается. Шао, герой последнего раунда айсбокса, да. Если кто не видел, обязательно прочекайте клипы, 100% кто-то их делал. Ну и, конечно же, посмотрите. Так, следующая карта, если что, у нас, друзья, Хейвен, где в Пексе начнут за атаку. А, продолжая говорить об этой карте, ну я... А вот здесь, как говорят, в общем, комментатор, забери слова назад. Параллельно делаются 2 кило, это было очень жестко. По Джади пока что нет информации, по Ангелу понимают, где он сейчас находится, рискует. Но Диночь-то у нас в целом выживает. Дверка открывается, дверка закрывается, ну и закрывается Диночь. Джади работает по Ангелу, постарается здесь убить, возможно, и Сипана. Отличный хэдшот, ну и последнего можно было как-то дожимать. Не получилось, Шао у нас орудует по Джади, ну и остается, конечно, последним. Есть камера у Дингса, он на ней посидел немножечко. Шао занял такую хорошую позицию. Если тайминг удачный поймает, то прям вообще все прекрасно будет. Но не ловит он тайминг и его зажимают. Но позиция была интересная, то есть у него сложная ситуация. Именно на Ангела, потому что он как настоящий капитан идет сейчас со счетом к 10-1 и ничего совершенно не боится. ФПХ не изменяет традиции, будет выходить именно под точку Аплэнта. И в принципе 5 раз получалось, почему бы и не попробовать здесь. На минимум 4, но здесь есть максимально быстрые размены. Ангел на усует у нас Дингса, Клауд хотя бы М3 первую кровь проливает. Отлетает Азаскат, летает Клауд, ой-ой-ой, друзья мои. Это действительно могут быть похороны, как минимум в рамках этого раунда точно. Сугерс, хорошая позиция, 6 пулек. Не хватает даже, чтобы забрать одного игрока. И 2 на 2 вполне себе клатчебл и виннабл для Нави. Но тут главное, конечно, не за оверэкстендить. Опачки! Так оно все и произошло. Ардис и Ангел, казалось бы, прожали ультимейт. Одночный бой с помощью обмилочек. Есть, так кстати говоря, детект прыжочком. Дингс Койкова обнаружил. Также стрелочка для информации от атаки уже пролетела. Здесь сплит удался на Б. Осталось только зайти, сделать пару шагов. ССК на ХЛПе может помешать. Этому самому заходу пытаются выпушить всю территорию слева. И получается почти добрать даже Дингса. Но он все еще живой, теперь точно мертвый. Осталось разобраться с парнем у стеночки. С ним тоже разбираются при чем-то. А, не-не, подожди, еще живой ССК на ХЛПе с оператором. Ни по кому вообще не попадает, по всей видимости. И, видимо, стараться сейвить этот девайс. Если Джадди найдет свои фраги, то может быть. Но уже понятно, что... Вот такой анекдот-чет. Я надеюсь, вы довольны. Посмотрим, получится ли как-то у Ардиса. Здесь кого-то вынехать и найти. Летит дальняя флешка от Скай. И под нее уже, наверное, через Дабл Дорс можно активничать в ПХ. Так происходит, Шао. У нас под мостом минусует Дина. Клау также работает параллельно по... Ардису. Ну, и можно, наверное, оставить. Хотя, как бы не так. Отвечает на Джадди. Уничтожает от того. И тут отлетает еще и Суи Гетсу. Это может стать определенной проблемой. Нерокража также имеет свое действие. Чекается тут как-то Зипану. И Зипану чуть-чуть нужно жить. Зипан еще тут с Ангелом. Нужно, конечно, тащить. Оно и происходит. Ван-виван ситуация. Есть информация как по Джадди, так и по Зипану. Пускается собака. Просто тянется время. Просто тянется время до того, чтобы Джадди как-нибудь дошел. И, возможно, постарался тизер-зефудить. Очень красный. У нас Зипан хватает времени на обезвреживание Спайка. И Нави забирает третий раунд в свою копилку. Он выходит, конечно, на 3-6 счет. Но, видишь, пока что двойное преимущество для Фан Плаз Феникс. Это вылилось в поражение. Ну, либо же они будут так же медленно. Правда, по этому раунду мы видим, что они будут очень быстрые, как это было в самом начале. Зипаныч, конечно, не чувствует своего оппонента в моменте, когда погиб его Капитаныч. Ну, в любом случае, а не Капитаныч, точнее, Арбис там умирал. Но, в любом случае, здесь еще продолжают пушить и агрессировать. На планте игроки команды атаки. Пытаются на лестнице. Повоевать Диныч абсолютно безуспешно. Без фрага отсюда уходит. Зато Динкс две головы прострелом повесил. Вот это, я понимаю, шляпник. Осталось 2 на 2 ситуации. Спектр только что установлен. Игроки защиты вместе, в принципе, но расходятся в разные стороны. Не будет выходить ни Ангел, ни Сугетсу. Далеко из своего шатра Динкс будет, наверное, рисковать. Но, с другой стороны, слишком много времени прошло. И тут, если врываться и уже выходить на ретейк, то прямо сейчас есть первый фраг. Нужно садиться и обезвреживать. А Ангел... Так, подожди, он что, не ведется? Нет, он начинает шить. Ой-ой-ой-ой-ой. Я уж тут подумал, тут клач-то будет. Не за Ангелом, а за Нави. Но там Динкс, конечно... И прицелом разбирают с Ардисом. Продолжение. Пытается кого-то вычислить слева от своих позиций. Но эта стена очень сильно мешает в этом моменте. Пытается даже тратить апдрафт после того, как был ослеплен на всякий случай. На спайк установлен. 4 на 3 большинство атаки. Однако, есть немобильный девайс у ССК, который, может быть, не получится реализовать как раз-таки из-за того, что он такой вот немобильный. Шао отходит даже подальше, говорит, ребята, вы там сами разбирайтесь. Я знаю, что у Зипана мало ХП, но я не собираюсь гибнуть первым. Ребята, я подразмен играю нормально. Все, Зипан все-таки уже погибает. За бэксайтом отыгрывает Ангел. Заходит в свои же дымочки. Пока к спайку даже не приблизился. Вообще никто залетает. Убивает спину. Он все-таки ССК. Чуть жарди моментально на размене. Спайк будет взорван. Ничего не сможет сделать Джарри. Опять он пытается вытащить все это в самом конце, но не получается. 4-8. И это 4 раунда для нами за защиту. Это вообще большинство. Эппиксерли также оставались 3-5, но они там были за атаку и вылезли. Ангел минусует у нас Клауда. Постарается, возможно, как-то открыться и поднимать. Есть по нему и фараз, но Ангел красный. Ангел очень-очень каленый, как и другие игроки, но это не мешает им делать фраги, казалось бы, но только для Суеца. Да, и надо стрелять, что называется, на поражение. Диныч вместе с Динксом постараются это дело немножечко вернуть себе обратно. Ну, как минимум, у Дениса Динксом все это получается. Вопрос лишь в том, что как подобраться к Спайку. Потому что Спайк сейчас под детектом, казалось бы, но вот это вот было. Очень-очень больно. Суигетсу проживает от 2-го. Это класс, дядя. Это Дмитрий Суигетсу из коллектива FPX. Это обременный клип, который, наверное, нужно делать. Почему они решили просто залететь на плент B? Причем в основном это сделал ССКА, так как он мог себе это позволить. Остальные игроки остались чем-то отзонены. Я, к сожалению, не помню или не видел вообще чем. Ну, ладно, уже начался новый раунд, где Ардис чудо-спреем убивает Клауда. Зейпан помогает ему извери, разбирается ССКА. И это меньшинство для Нави. Ну, понятно, ладно, экономически. Ранчо закончится, быстрее начнется девайсный закупной. Тем не менее, Динкс это не останавливает в своем фраге по Зейпанчику. Джатик, кстати говоря, тоже может угостить кое-кого выстрелами в голову. Но нет, промахивается. Там над плечом пролетели пульки. И остается только Динозаврик. Он самый. Но как же он хорош. Может быть в этом моменте. Может быть, допрыгается до фрага. Но нет, Ангел выходит и не промахивается. 5-10. Не повезло, конечно, Нави в предыдущем. Этот отыгран, понятно, почему. Ну, это очень приятно избавиться от совы, от одного из разведчиков. Когда раунд еще почти не начался. Ну, Динкс говорит, да, это реально приятно. Убивает Шау после этого. Но Ангел говорит, не трогай моих парней. Клауд говорит, еще чего расскажешь. Убивает его. Ардис отвечает, тогда я заберу Джади. И вот такой бесостановочный вереницей из фрагов. Мы перемещаемся к ситуации 3 в 2. Где 30 секунд также остается. На таймере Спайк лежит на базе, потому что он не нужен Нави. И нужно всего лишь за 25 секунд всех убить. Клауд делает эту очень сложную попытку. Да, лишь один, одна путь. Время. ГВП в раунде. Он убьет просто парня под никнеймом ССК. И вот это клатч, ребята. Это подарочный клатч для ССК. С днем. Со Старым Новым Годом. Ну да, немножечко, по-моему, старый Новый Год закончился. По-моему, либо вчера, либо позавчера, да. Но для Суигетсу это действительно подарочный. Подарочный клатч и подарочный раунд под номером 11. И ССК в его руках сейчас, возможно, судьба вообще всего раунда. Если выйдет в хороший тайминг, под хорошую флешку, или умрет Клауд. Всякое бывает. Так, прострелом здесь в итоге получилось очень грустно. С этим дроном погибает Клауд. Мечество для атакующих. Еще и выходит. Ордис сюда, да, один к следующему. Ордис, Ордис, Квадро. И попадание, это мог бы быть Айс, но один хп. Джадди говорит, не тушки. Я проиграю раунд, но я не буду Айсом. И в итоге он умирает от рук Суигетсу. 12-5, дамы и господа. Бриз близится к своему завершению. Ну, оттого, в принципе, и... Да, здесь по ультимейтам уже расчехлили один из них. ФП-Экс. Ангел где-то нажал гнездо Гадюки, а где-то именно на точке. Сейчас зацепляем Мэйн. О, ну это смерть. Это определенная смерть. Он еще... О, ССК, дружище. А Шао просто уходит. Говорит, да ну тебя. Ну тебя, Артур, давай, посражайся там где-нибудь. Не стал, в общем, там зацикливаться на этом агенте Шао. И в итоге отсюда уходит товарищ Артур. Убивает, кстати говоря, Энджела. Шао потом разменивает. Естественно, Зипан здесь штрафует Джадину. Ситуация 4 на 2. Хватывая абсолютно. Окей, Динкс пытается выровнять всю эту ситуацию. Здоровья не очень многое остается. Но 80 это все еще боец. Вполне себе два выстрела с Вандала. Выдержит Шао. Уничтожает этого шляпника. Давай, берешься. А топ-10. Не выбив, сама на салу. Но пока не получается. И все-таки Артур уничтожает Дину. И я вас поздравляю, болельщики FPX. Но болельщики Na'Vi, подождите. Так, ну да, здесь тяжело будет все это дело выпивать. А, ну если так, то почему нет? Джадди разбирается с убегающим ангелом. Прямо в спину. Тайминги 3000. Суигетсу. У него там молики не лежат. Да, никакие вроде бы на планете. А зачем ему молики? У него шаус за спиной, который вешает вот такие вот хэдшотики. Дино под дымочек. Может до половины довести или даже больше. Но до половины точно доведет. Есть стрелочка. Гэгэ, до свидания, Дино. Подожди, почему? Все, все, теперь нормально. Я думаю, что случилось? Как он там выживает? Ну в итоге разобрались здесь FPX. Другой это мистер Диноч, я так понимаю. Ну, ангел здесь залетает в свои дымочки. Верхотура у него под контролем. Флешкой можно все закрыть. Да, это был Дино. Ну, здесь тоже все достаточно уверенно. Вот такой вам заход от мистера Кирилла. Очень уверенно. Флешка его там каким-то пикселем вообще задела. А как он на бегу просто бежит. Клауд сносит вообще все в этом моменте. И вот только до гора этот молотого киллджоя. Именно Суигетсу. И на этом все. Не успевает отсюда ангел телепортироваться. Тем не менее. Да, его как раз фрагментом уничтожили. Спайм постановлен. Тем не менее. Яр Ардис с Маршалом вряд ли здесь повоюют. И действительно очень быстро отсюда сбривают. Что сделал Клауд? Я не знаю. Первого вообще лазером сбрил. В углу сейчас находится. Нужно его тоже закрывать. Дино. О, здорово. А куда ты, дядька, ТП-шся? Прямо ко мне на вандал. Какие размены. Какие качели. Один фраг туда. Один в другую сторону. Один туда. Один обратно. Ну и по итогу 2 на 1. Все-таки ССК 1 против двоих. Ну, что-то мне думается ССК может здесь потащить. Ардис битый. Недалеко, на самом деле, от него находится и товарищ Носове. Он без ультимейта. Видимо, без шоковых. Так что, вполне себе клатчебольная ситуация. Вот сейчас, конечно, был тот самый момент на раунд. Но он был ухущен. В итоге Ардис разбирается со своим визави. И это 1-3 FPX на Хэвене. Всему это была информация о дроне Савы. Поэтому как-то и здесь. Есть у него, кстати, нож. Может его напрокинуть, чтобы собрать инфу. Так происходит, кстати. Ну и в случае чего прожать ультимативную способность. Хотя есть ли смысл в этом, когда Ардис зажимает одного за другим. Практически второго. Нет, нифига подобного. Тут Диноч оформляет два шикарнейших хэдшота по своим оппонентам. И ситуация становится равная. 3 на 3. Спайк на руках. Старается сейчас, конечно, установить Ангел Спайк. Да, все происходит. А тут-то и Зипан. Зипан гоу килл. Минус 2. И Суигеса тут почищает хвосты. Уничтожает Михаила Диноча. Ну, как, я не знаю, сделать какие-то энтри фраги. Либо все-таки выходить на ретейк. Но вот тут уже тоже, наверное, плюс-минус спорный вопрос. Хотя тут Диноч открывается. Закрывается, правда, вся остальная команда. Кирилл Карасев, Ангел, Снепесли. Он явился, ну, в какой-то степени, действительно, Снепес. Потому что телепортировался-то. Направится, возможно, опять под точку Аплэнта. Как известно, да, работает не трошь. И тактика вроде захода у ФПХов под точку А весьма и весьма хорошая. Хотя тут, правда, Артура сначала надо пройти. Уничтожает практически еще и третий. Упомоем, как раз-таки кинжал выпускает. Но там в пузо залетает. Поэтому нет хэдшота, нет летального какого-то исхода. Но времени, времени крайне мало. Ну, в районе 30 секунд остается. Ну, и тут стопудово будет врыв именно под точку Асайда. Диноч у нас на Хэлле играет. Старается как-то вообще, возможно, открываться. Но здесь раз паранойя, два. Там флешка еще и птиц летит. Крайне тяжело здесь совершенно этому противостоять. Артурчик, есть инфа по тебе, дорогой мой друг. Изи Пан уничтожает тебя в том числе. Минус три для этого игрока. Динкс у нас находится на девятке. И, возможно, его ждут уже и смотрят, прочекивают эту позицию. Флешка полетела. С полиции у нас Динкс. Дот-Ноу с копчиком, конечно, он прошил. Но есть смог. Под него тэпается, соответственно, Ангел. Понимает, ли это Диноч. Но должен понимать. Как минимум, увидел. Прошивает. Никого пока что не увидят. Летит Тасманский Волк. Лесит также и флешка. И там можно похоронить абсолютно много игроков. Но как минимум Шао кусается и откусывает. Сейчас кусочек в лице человека. Игрокам с них Нейман Клау. Сугетсу выходит дальше. Вадует на Шао до ЦССК. Ай-яй-яй-яй-яй. Здесь, конечно, флешки неприятные крайние. И Сугетсу нужно жить. Сугетсу прокидывает свой котлет. Покатлетка максимально быстро уничтожает. До половины уже раздефили. Ну и один в четыре. Я не знаю, вы там это все дело не вычеркнули. По итогу там не на драфте, либо фрактуру, либо, соответственно, на сцену. Но это, как говорится, совсем другая история. Минута на таймере. Врыв уже готов. Ну и Гасов первый у нас. Хлопчик это Ардис. Минера кража. Есть вся необходимая информация сейчас для коллектива Натус Винсера. Прошивается смок от Ангела. Зипанчик тоже хочет как-то пострелять, но особо не получается. Зато все выходит у Джадди. Флешка, которую он и выйдет таким вот образом. Позволяет делать ему первый фрак. Второй и третий. Суммарно там. Клауд еще с оператором на перевес. Ну и вес. Есть в принципе... О, как же хорошо летит это все в дефолт. Как раз таки там и Зипанчик стоит. Опа! Вот это, конечно, порешал вопросики дядька. Очень хорошо. Но остается ситуация. Два на три. Ну и в Эпексах, конечно, установленный спайк. Нужно терпеть. Нужно додиффузить до половины, как минимум точно. Хоть и ценой своей жизни. Суи Гетсу тут, правда, минусует Джадди. А это уже не с шутки. Это совершенно не смешно. Потому что Суи Гетсу тут выйдет еще и за... Эпексы ее довели до победы. Но было очень сложно. Так, Суи Гетсу здесь... Опа! Сыскал, уничтожает капитанов. Здесь размены такие, в принципе, и для одних, и для других. Но мы знаем, что для атаки это выгоднее. И в итоге Дина отсюда оттягивается. Они вдвоем там на планете сейчас будут. А товарищ Динкс вообще один за два планета отвечает. Ну так шляпа широкая. Значит, на два планета растянется. Ну и Джадди понимает местохождение своих оппонентов. Будет выходить к ним в спину. В частности, есть у него неплохие ютилити. Молик, одна флешка и ножик. Который он, возможно, будет давать. Или просто сейчас отыграет вот таким вот образом. Просканил. Просканил. Скорее всего, двоих. Молик полетел. И найстрайк, конечно, Джадди. Но не получилось у него добить последнего. Но есть информация. Диноч, на тебя вся надежда. Есть флешка. И очень неприятная флешка. Которая прям полноценно блайндит сейчас. Ну, слушайте, на самом-то деле в бэксайде места полно. Можно пробраться. С этой толпой пытаются пройти сюда. Еще шоковое залетело. Конечно, очень забавно. Все это выглядело. Но, слушай, забавно, не забавно. А фраги-то летят. Ангел разбирается с ССК. И я так понимаю, что вопросы еще остаются. Смогут ли раздефьюзить здесь плену. Спать, точнее. Ну что, до свидания от Ангела и Ардиса. И Сульгетсу сюда же подключаются. Остается Клаут. И до свидания. Ну что, друзья. Это 3-9. ФПКС здесь вопросов не имеет. Шанс-то и итог по итогу, как бы, да, один. Не нужно в какой-то случае сейвить. Нужно выходить на выбивание. Есть размены. Есть, кстати, фраг для Дмитрия Суйгетсу. Ангел также подключается в эту перестрелочку. И минус 3 для ФПКС. Суйгетсу 666. Между прочим, возможно... Нет, нет, не умирает. Умирает тут только Дина, который медитировал. И, ну, хотя в любом случае он бы это дело все не услышал. Зепан, минус 2, минус 3 для этого парня. Ну и фраг там Суйгетсу тоже для себя отыскал. Но вот такой вот форс, который, увы и ах, почти взят ФПКСами, мне кажется, несмотря на не слишком полный запас здоровья у Зепан. Зепан еще. Ну, посмотрим. Есть кинжал. Ардис не сможет отсюда ни отдашиться, ни с мочком откинуться. Но, тем не менее, защитники поражали здесь на нас вор. Ай-яй-яй-яй-яй! Шо такое? У Ардиса не получилось. Клаут уничтожает его, может забрать оружие. Пока не спешат туда. Да, здесь только на одного хватает Суйгетсу моментально после этого рефраг. И это 3 на 2. Слушай, ну поторопился я со своими выводами. И сейчас тот самый Зепан, несмотря на то, что у него мало здоровья, ну, вряд ли сможет как-то здесь стать проблемой, да? Как бы выйдет и погибнет, во всей видимости. Ну, посмотрим, посмотрим. Шао прокрался уже. Я такое видел. Он в матчмейкинге такое с бульдогом, кстати, брал. Сейчас посмотрим. Та же ситуация практически. Есть флешка. Попадает на втором. Шао убивает двоих. Неплохо. Ван-бай-ван ситуация. Остается Жади против товарища на стороне. У него полхотпоинтов. Шао. Шао может это взять или не может? И может Жади. Делает вещи. Как в чате писали. Один версус девять. Жади. Ну, походу определенное таинство, да? И кроется. Чем больше будут брать этого персонажа, чем больше будет килов. Здесь ангел уничтожает двоих. Зипан включается, вырубает над Дин. Есть размен от Клауда практически незамедлительно. Но три на два здесь очень неприятно. Динксу. Динкс. И есть же фраг по Суигетсу. Два на два ситуация. Ты знаешь, потерял ключи. Ищите их. Вот это полетело. И вот, к сожалению, у меня таких нет. Есть только у Клауда в данный момент. Но он их не использует. Ардис погибает. Здесь, вероятно, ну, Шао может реабилитироваться? Нет, не может реабилитироваться за прошлый раз. А, ну, как реабилитироваться? Он, в принципе, и так дофига сделал в прошлом случае. Флэшка полетела. Под нее будет ССК открываться. Крайне аккуратненько нужно прочекать позицию шарта. Это же Андер. Ну, и Ардис собрал инфу. Будет, наверное, откидывать сейчас смоки. И как-то здесь выживать. Потому что выход от Нави будет на точку А. Так, медузки полетели. Ищите их. И были они найдены. Флэшка. Но при этом пока никого не выпускают защитники. А вот и револьверы. Есть попадание. Но уже, но, к сожалению, для Зипана лишь одно. Там Джадди всех зафармил. Шао пытается что-то вынести из этой ситуации. И вынес, кстати говоря, от того самого Джадди. Продолжение от него. О, вот эта ситуация. Вновь успел добрать себе вандалик. Семь патронов. Семь патронов. Против парня. Склассили. Ай, семь патронов. Два хп. Цифры наши. Все гг. Ставится никуда, по всей видимости. Забегает Джадди. Самым первым. Три игрока для него на этом планете. Все-таки были готовы к этому защитники. Но это не особенно кого-то волнует. Три мертвые. Два в живых. И... Подождите, извините. Один в живых. Несмотря на то, что понимали, Пексы, куда будет выход с таким набором возможно ультимейтов. Несмотря на сбор... Собранную информацию. И также еще и щеки у Скай заряжены. Хотя, ну казалось бы, да. Я тоже думал, что стенка, ну обязательно. Вот вы выходите с плитом на С. Ну поставьте вы эту какую-то, я не знаю, там кривую, косую. Непонятное дело. А прикиньте, в дыму бы кто-то сидел. Вот это, конечно, прикол был бы для ССК. Потому что Ангелы могут натыкнуться. Ну ладно, здесь Суигетсу. Вот это вот. Витер, блин, ребята. С револьверами. Две головы с плеч. О, ну, ребята, это, конечно, да. Там потеряны два девайса. Уже наверняка их подобрали. Динкс. Очень важно сейчас. Очень важно Динксу найти киллы. Пропушит он в окно. Можно выйти. Сейчас должны эту позицию ожидать. Занимается Шао. И сбором информации по этой как раз-таки точке. Ну и Шао. Ну не убивает. Но тем не менее, Джарри уже потеряли. Флэшон и Динкс. Это Г. Г, дамы и господа. Пятая карта. Сплит. Почти запущена. Как горячие пирожки. Сейчас разлетаются места на наш стрим. Они, естественно, не ограничены. Это я шучу. Зовите, естественно, всех. Ардис. Понимает, наверное, ну, предполагает, как минимум, Навик, где он сейчас находится. Очень красный клауд. Падает сейчас также и Ардис от ССК. Шао вразлен по Динксу, уступая Сугетцу. Пока эмочка сработала. Не как, наверное, она была запланирована. По итогу Зипан отлетает. Последний остается Ангел. Есть у него время, чтобы потянуть непосредственно Диффью Спайка, который, к слову... А успели ли это до половины? О-о-о-оп! Опачки! Я поверил в какое-то чудо в какой-то степени даже, но этого не произошло. Да, Ангел знал, что делать. Мне как-то стреляет очень хорошо и прям практически без промаха. На бэксайде находится у нас Джадди. Джадди, открытие. И можно забрать без горем пополам хотя бы кого-то. Ну, одного уже тоже неплохо. Три на три. Шао у нас занимается установкой Спайка. Ну, и Нави готовы выходить на выбивание. Я так полагаю, потому что по девайсам все хорошо. Плюс-минус. Либо все-таки нет. Пока ситуация сложная. Но вдвоем пытается агрессивно подойти к позициям атакующих. Здесь дабл-пик будет от атаки. И все. В общем-то, Зипан еще одного тут хватает. Не попадает никуда товарищ Сугетцу. Времени в любом случае уже слишком мало. ССКА даже если убьет кого-нибудь. А он именно это и делает. Он в любом случае раунд не выиграет. В итоге Шао погибает от взрыва. Но ССКА успеет унести свои манатки в виде вандала. Он не с каким-то джаджем. Он просто с фантомом. Получает по флешечке. Еще долго будет. Там Зипан убивать все-таки. Разбирается с ним. Но тем не менее уже подъехала подмога. В размены идут. Но большинство по-прежнему за FPX. Поэтому не то, что большинство. Тотальное преимущество. Динкс пытается здесь тоже какими-то банками отстреляться. Но он один против троих. И придется, наверное, отсюда-то и уходить. Или что, вернется? Ну, спайк установлен. Ваперсбайты потрачены. То есть какого-то раскида здесь не будет. Может быть, Динкс сохраняет какую-то надежду на этот раунд? Ну, надежда, как говорится, умирает последней. Но не быстрее смерти самого Дениса. 4-1, выиграли именно FPX. Ну, и что-то, наверное, внутри говорит, что так или иначе сплит за FPX. Но не теряем надежду. В любом случае, фанаты Na'Vi. Как минимум, есть великолепный игрок в лице Джади. Опачки! Тут, конечно, на лицу не очень приятно было. 14 хп не выживает. Он тут агетсу, артис и ангел. Ну, просто здесь у нас только один игрок. И как же тяжело сейчас. Динкс вроде как выживает. Да не то, что выживает. Он делает пару киллов. Постарается, возможно, за треплой. Тут выйти, но артиса не пройти. Крайне тяжело прыгает. А куда ты прыгаешь? Ангелочек, ты мой дорогой. Я со сками носу. Это у нас капитан команды FPX. Ну, и все-таки спайк для фениксов установлен. Вдвоем будут открываться Na'Vi. Причем будут открываться, кстати, с одной и той же стороны. Есть Null Command. Это же ультимативная способность у Кея. И вопрос, стоит ли это прожимать. Хотя, возможно, это и нет. Потому что Шао нивелирует сейчас СС Кея. И отлетает также от Ардиса Динкс. FPX. FPX выигрывают раунд. И в копилочке ульта. Как же, конечно, FPX душат в атаке. Это прям жестко выглядит. Разобрались с Волком. Шао готов принимать этот триплуп. По всей видимости, Зипан ждет флешек. Каких-то не дождался. Есть размены. Зипан продолжает аннигиляцию своего союзника. Вместе с ним, в общем-то, уже разобрался с двумя игроками. Хотя, этот союзник погиб. Дино читается ли Дино? Ну, да. Здесь в любом случае будет Зипан чекать. Но не справляется с перестрелкой. И в итоге до плентата можно добраться. Ангел на раскидок. Дино говорит. Я знаю, что ты где-то здесь. Дядя. Но дядя слишком хитер. Добирает все-таки молодого Диноча. Ну, и все. Уходит отсюда мистер ССК. Что он там сейвит. Оператор. Кольцовским онганом здесь был. С оператором, да, все-таки? Ну, все-таки оператор. Единственная помощь на некст раунде. И то! И то ангел бежит. Раунды он сидит с Джаджем возле дымов. Именно так выглядит его геймплей. Как? В смысле? Как? Джадж не убивает. Это невозможно. Клауд пытается исправить ситуацию. Очень мало здоровья остается. Вот это Джадж. Вот это вот я понимаю. Это окей. И то, что я готов видеть, в принципе, так это и работает. Ну, у Энивэя остаются два игрока. Здесь про четверых. Это большие-большие проблемы. Что-то было, возможно, украдено из девайсов. Хотя не уверен. Есть еще и щейки от Клауду. Окей. Самого Клауду очень мало здоровья. Если пикнется, то может быстро отлететь. Плюс там прострелом залетит. А вот и сохранен оператор. Работает по шау. Суигетсу не боится погулять по яду. И потом и принять немножечко свинца от Клауды. Прямо в голову. Мир разделился от Астры. Защитников. Также из кинжала для ССК. Ну, атакующий готовы здесь показать контр-агрессию. Здесь одинокий Клауд, получается, выходит. С девятки там прикрытие, походу, не последовало. Потому что стеночка неудобная стоит. ССК, ну, может быть, да, пытался. Но был убит, как вы видите, в табуляцию. Остается всего три игрока. Уже, простите, два. Один был также уничтожен. Ну, и здесь перестрелочку, да, все-таки выигрывают кое-где свою войну. Защитники, да и не кое-где. Еще и дважды это происходит. Но времени недостаточно. И в итоге Динкса последнего просто расстреливают вместе. Флешки готовятся. Это будет сплит-выход на Б-плэнд. Зипан, два фрага готовы. На всякий случай Ангел пострелял своего союзника. Мол, не стой давай, воюй. Ну, в итоге, да, Зипан говорит, вас понял, капитан. И пойдет, возможно, еще фраги найдет. Правда, здесь пока в размен уходят пацаны. И остается два игрока. Атаки неприятно. 20 секунд до конца. Надо просто вываливаться сюда. Нет дымов, вероятно. Или только готовятся. Да, вроде бы там можно что-то поставить. Не-не, ничего нет. Никакого раскида. Просто прокрались. И спайк будет установлен. И 3-тейк 3 в 2. А спайк-то, возможно, и даже и не будет установлен. Потому что стянули 4 секунды. Хватает и приходится, видимо, фэйкать. Да, фэйк. О, окей, да. Динкс, конечно, молодец. Тут постарался и вроде как фэйканул. Потому что была надежда на то, что залетит. Спасибо, спасибо, братан. Спасибо. Так, Зипан, сможет здесь запармить что-то? Следующий. Ага, чьи-то руки здесь. Чьи-то красивые руки торчат. Ну что, разобрались с Джадди. Правда, потом следующего не получилось разобрать. И в итоге, слушайте, ну девайс получили. Там, если вдруг нужен был, да, Нави. Суигетсу работает глубоко в квадрате. По-моему, из гаража никого нет. Все верно. В итоге он здесь может, на самом деле, вот в тупом углу сидеть очень-очень долго. Но нет-нет. В итоге решил открыться. И это было не зря. Артис также реализует свой спектр. И остается только Дино. Спайк у него на руках. Он может, в принципе, на Аути. Если Дино читать, вот как написано, Дуно, то это действительно Айдуно вот туду. Потому что, друзья мои, нужно бежать. Вроде как успевает, но есть детекшн. Понимаю, где он сейчас находится. И банально его там под флешками, не под флешками. Просто будут уничтожать. Зибан прям, мне кажется, размяться пришел. Просто пришел размяться. Отлетел сейчас очень жестко от хедшота у нас, ну, для Джей и Дефракт. О, вот это... О, и вторая увольнительная. Представляешь, так же летит очень-очень дико. Хотя тут Динкс и Клауд все-таки такие вещи не пропускают. Два на три. Есть флешка. Есть информация по Артису. Пытаюсь его как-то выиграть, но он живет. Есть небольшая уязвимость. Но и все-таки здесь, конечно-таки, выживает. Два на два уже ситуэйшн не очень прекрасная, конечно, для новей, хочу я сказать. Постарается здесь Клауд как-то через ущейки отыграть. Есть у него одна флешка, вторая уже на откате. Две медузки ломаются. Понимаю сейчас игроки Нави, что оба игрока от Дефракт находятся в одной и той же позиции. Но тут главное угадать выход Клауда. Первого и второго. Туда же Кирюха не стал. Понимаю, что, скорее всего, кто-то там будет. Но Нави, Нави, ну, друзья мои, ну, ну, не рано ли? Ну, 10, 9, 9, 8. Хочется просто отсчитывать обратный таймер. Судец уминсует сейчас ССК. Друзья мои, это проигрыш по времени. Тринадцатый в копилочке FPX. Ну, и там даже, кстати, пленчащего игрока. Здесь ребята из FPX нивелировали. 3.13. То самое классическое рано от коллектива... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok